Это была, можно сказать, малоконтактная линза. Нет, с контактом в техническом смысле слова у нее все было в порядке. Она прочно сидела на близоруком глазу и честно старалась показать ему все как есть, не в тумане и без очков. Но глаз щурился по привычке, моргал, раскрывался изумленно и никак не мог во все поверить. Линзу это обижала, и она старалась как можно меньше контактировать с непонятливым глазом, облегченно отлеживаясь ночью в физиологическом растворе. А утром все опять начиналось по новой, без всякого прогресса. Например, что касается меня, то глаз желал видеть меня этаким гуру, изрекающим мудрые истины в конечной и бесконечной инстанции, ведущим праведную жизнь, соответствующую солидному возрасту и стремящемуся все время в высшие сферы. А я порол всякую фигню, безобразничал, не упуская ни одной возможности совершить все семь смертных и бессмертных грехов. Глаз пучился так, что линза чуть не выпадала из него, а второй брал пример с первого выражения их обоих, делало лицо, похожим на лягушку, ждущую в болоте стрелу от прекрасного принца. Стрела летела мимо, принца все не было, а был я погрязший во всех грехах и ищущий еще какого-нибудь, чтобы в нем окончательно погрязнуть. Остальной мир тоже не соответствовал ожиданиям, хотя и не в такой степени, ибо изначально был говно говном, о чем все давно уже знали. Линза была голубого цвета, глаз заменил ее на розовую, и хотя помогло это мало, но глаза к тому времени добавили себе диоптрий, и видя все в розовом тумане, он кое-как примирился со мной и с действительностью. А голубая досталась мне, и я, хотя и не использую ее по назначению в силу дальнозоркости, с удовольствием смотрю на это приобретение в стаканчике с физиологическим раствором, поставил ее на видном месте прямо на рабочем столе, а если кто-то спрашивает зачем, загадочно ухмыляюсь. Продолжение следует...